В Армавире увековечат память 20 героев Советского Союза на аллее, посвященной подвигам участников Великой Отечественной войны. Один из трёх муниципалитетов в Кубани. В 2020 году он стал обладателем почётного звания «Город воинской доблести». Это событие стало толчком к созданию аллеи уроженцев и жителей Армавира, которые были отмечены золотой звездой Героя СССР. По итогам определения были отобраны 20 героев Советского Союза, которые носят это большое почётное звание и несли значительный вклад в победу. Героев, которые связаны каким-либо участием с городом Армавира, их достаточно много. Но именно те, кто являются коренным армавирцем, это, наверное, самое значимое для нас. И понятно, что критерии такие чёткие, жёсткие – это именно рождены в городе, либо захоронены на Армавирском городском кладбище. На создание памятного места из муниципального бюджета выделили около 7 миллионов рублей. В Парке Победы уже готовят площадки для новых скульптур. И вскоре по обе стороны аллеи установят по 10 постаментов из цельного гранита, а затем и бронзовые бюсты. За основу взяли портреты Героя в тот момент, в который им была присвоена золотая звезда. Там, где была связь с родственником, либо детьми, либо внуками, мы общались и отдавали им фотографии на согласование. Их звание будет соответствовать, ну так скажем, наивысшему их званию по итогам службы, по итогам их жизни. Все награды будут отражены на кителях, за исключением одного случая, где мы знаем наши партизаны в городе Краснодаре совершили подвиг, который был значим. Это братья Игнатовы. И вот один из братьев, который рожден в городе Армавире, будет здесь тоже увековечен. Он будет представлен в повседневной одежде, в пиджаке. Прототипы неоднократно утверждались и дополнялись на основе фотографий и исторических документов. Скульпторы добивали соответствия каждой детали, передавая дух и характер человека через черты и мимику. Армавирцы смогут увидеть своих героев в лицо уже через месяц на торжественном открытии аллеи и узнать историю каждого из них с помощью QR-кода и мобильного телефона.